Приветствую всех любителей шахмат! Мы продолжаем изучать творчество 10-го чемпиона мира Бориса Спаскова и сегодня рассмотрим его великолепную партию, сыгранную в 1960 году белыми фигурами против Давида Бронштейна. Борис Васильевич запускает королевскую пешку, Бронштейн отвечает симметричным D5 и на доске возникает королевский гамбит. Спаский жертвует пешку, но взамен хочет получить пешечный центр и полуоткрытую линию F. Правда, после взятия на F4 и развивающего хода кони F3, черные не намерены цепляться за лишнего пехотинца и ставят перед собой задачу побыстрее развить все фигуры. Итак, Бронштейн играет D5, нападая на пешку E4. Белый забирает на поле D5 и здесь черный не бьют ферзем, а развивает слона на D6, укрепляя тем самым пешку на F4. Стороны продолжают мобилизацию всадников. Белый захватывает центральное поле D4. Бронштейн обеспечивает безопасность короля. Спаский также подготавливает рокировку. И вот после хода конь D7 и двух нулей Бронштейну необходимо было пойти коня F6. Во-первых, защитить дополнительно королевский фланг. Во-вторых, напасть на пешку D5. И в-третьих, открыть диагональ для развития белопольного слона. Но вместо этого он сыграл H6, видимо подготавливая ход G5, дополнительно защищая пешку F4. Однако при этом ослабляется позиция короля и черный теряет драгоценное время. Спаский влепил коня на E4 с идеей пробить на D6, забрать пешку на F4 и получить преимущество двух слонов в открытой позиции. Бронштейн пробивает на D5. И тут Славик говорит Димону, слышь, давай пока никто не видит, залезем в зоопарк и покатаемся на лошадях и слонах. Славик, ты что-то очкую. Да ты успокойся, я страсток делал. Таким образом, белый сбивает защитника пешки F4. В дальнейшем планирует поменяться на D6 и забрать пешку слоном, получая преимущество двух слонов. Так что Бронштейн играет конь E3, коневая вилка. Приходится коня забирать и после данного размена ясное дело, что пешка не жилец. Кроме этого, по итогу дебюта у белых перевес в развитии и пространстве, а также возможность атаки слабого пункта H7. Борис Васильевич увеличивает пространственные завоевания, а далее приступает к построению матовой батареи. Черный переводит ладью на полуоткрытую лению с тем, чтобы защищать слабый пункт H7 своим конем. Будущий десятый чемпион мира завершает последние приготовления. Бронштейну необходимо было защищаться именно ходом конь F8. Хотя после ответного ладья Е1 белый отыгрывает пехотинца и сохраняет все плюсы своей позиции. Но в партии Бронштейн решил пойти Е2 и отвлечь на себя внимание белого ферзя, разрушая тем самым матовую батарею. И простое взятие пешки сохраняло за белыми солидный перевес благодаря пространству и большой активности фигур. Но Борис Васильевич решает вонзить коня на поле D6, жертвуя ладью. Разумеется, современные движки здесь сразу находят правильное решение, а именно удар на поле F1. Дальше король убегает в центр доски и отдавая часть награбленного, черный получает отличные шансы на спасение. Но в партии Давид Бронштейн не находит этот вариант, а просто защищает слабый пункт H7 своим конем. Спаский пробивает на поле F7, жертвуя коня. Наконец-то черный забирает ладью после данного размина. И если забрать коня на поле F7, тогда белый объявляет шах. И куда отступать королю? В случае отхода на поле Е6 белый дает шах слоном, здесь приходится уже перекрываться ферзем, но это не спасает от мата. Ну а если король побежит на поле G8, тогда белый жертвует ферзя и на взятие объявляет диагональный шах. Можно, конечно, по дороге отдать еще ферзя и слона, но это совершенно не меняет расклада. После хода король H8 черный монарх получает мотец от коня. Как видим, Кобылятина оказывается невкусной, поэтому в партии Бронштейн сыграл слон F5. После взятия он предлагает размен сильнейших фигур, все-таки у черных материальное преимущество. Так что Спаский уклоняется от данного размена. Несмотря на то, что у него не хватает качества, атака белых носит решающий характер. Был еще сделан ход слона F6, белый подключает второго коня к атаке, нападая на ферзя. После отступления играет слон B3, угрожая бахнуть на H6. Черный меняется на поле E5, после удара конем отступает и на ферзи E4, останавливая часы, прекращая сопротивление. Выясняется, что на отступление короля белый пробивает на F8 и дальше мотует на H7. Если же черный закрывается от шаха пешкой, тогда также следует взятие на поле F8. После удара ладьей белый забирает пешку на G6, шах с поля H6 и мат от белого коня. Ну и с учетом этих несложных вариантов, на 23-м ходу Давид Бронштейн сдался. Ну а если вам понравилась эта великолепная партия в исполнении 10-го чемпиона мира Бориса Спасского, поддержите видео лайком, репостом, потому что шахматы это круто.